В Наташинском парке состоялся праздник весеннего равноденствия «Ясная весна». Жители округа познакомились с культурой и традициями славянского народа. К торжеству присоединились и мои коллеги. Праздник весеннего равноденствия «Ясная весна» проводится в Люберцах впервые. Он символизирует проводы зимы. Весной тает снег, приходит тепло, птицы прилетают, цветы расцветают, листики появляются. Посетители парка «Наташинские пруды» знакомятся с древними языческими обычаями, катаются на лошадях, пьют чай из самовара и участвуют в мастер-классах. Ирина Павлова учит делать весенние фонарики. Берем бумагу, приклеиваем к ней ленты и насаживаем на шпикачку. Некоторые люди подходят по два раза делают. Возрождают славянские праздники организация «Славяно-Ясно». Праздник связан с астрономией. В эти дни на небе появляется созвездие Девы, которое у славян называли созвездием Снегурочки. Возьм программы стало интерактивное театральное представление. Мы как нечисть в моем лице, да, мы пытаемся помешать, чтобы солнце пришло. И хотим, чтобы зима настояла. А нас прогоняет солнышко. Мы постепенно потом превратимся, уйдем на небо и бредет мир. Добраться Снегурочки до неба поможет ее возлюбленный огонь. Праздник весеннего равноденствия напоминает масленицу. Раньше масленичные гуляния длились месяц и заканчивались именно в этот день. Сейчас мы это все в играх показываем уже. Как раньше вот эти традиции были какие. И мы хотим осовременить эти праздники, чтобы они были интересны молодежи. И чтобы именно наши праздники мы праздновали русские, славянские. Согласно традициям, на таких гуляниях парни и девушки присматривались друг к другу, начинали дружить, а к лету отправляли сватов. По сей день один из лучших способов знакомства – участие в играх. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Субтитры создавал DimaTorzok